В эту среду в Заполярье стартует прием заявлений от желающих оздоровить своих детей за счет окружного бюджета по путевкам мать и дитя. Об этом сегодня в ходе еженедельного оперативного совещания при главе региона сообщил руководитель профильного ведомства Сергей Сверидов. Обсудили и ряд других важных вопросов. В частности, речь шла о поддержке коренных и малочисленных народов Севера, строительстве жилья и социальных объектов. Более подробно расскажем в следующем материале. Одно из первых поручений, которые прозвучали в ходе еженедельного оперативного совещания, Александр Цибульский адресовал вице-губернатору, курирующему деятельность КМНС Валентине Сганич. По мнению главы региона, на сегодняшний день существует необходимость создания конкретного плана по поддержке традиционной деятельности кочевого населения субъекта. Вопросов много. Сколько оленеводов нуждается в жилье, какая сеть убойных пунктов может быть оптимальной и как выйти на траекторию развития коренного населения. Мы же с вами говорили о том, что мы можем в том числе и выстроить свою систему. Это же надо, это понятно, что какое-то субсидирование доставки мяса, это сеть убойных пунктов, это там, где надо построить жилье. Посмотреть на такое хорошее системное плановое развитие. Вот я вам ставлю тогда задачу, вы вместе с коллегами, да, по своим председателям собирайте, давайте мы хотя бы до, наверное, февраля, конца февраля вот такую программу разработаем, чтобы нам хотя бы понимать первое, четкий план развития, что нам надо сделать, как создать условия для того, чтобы работа стала приносить меньше издержек и больше прибыли и, соответственно, давала возможность заниматься традиционным видом деятельности с максимальным комфортом и с максимальным соответствием современным услугам. В продолжение темы поддержки КМНС Михаил Васильев сообщил, что в ближайшее время еще один оленевод будет обеспечен новым жильем. В свою очередь глава региона заявила о необходимости усиления контроля за ходом возведения жилых домов и социальных объектов. О стройках региона отчиталась руководитель профильного окружного ведомства. В частности, Валентина Саутина рассказала о том, какие работы ведутся на новой третьей школе. Школа у нас идет внутри в основном. Строительство гаражей заканчивают навеску ворот электрических. Автокласс подготовили, фасадные работы все сделаны внутри. Мы договорились, что нам оборудуют место для строительных штабов, которые мы планируем проводить с образованием, с представителями школы и департамента. Но и при необходимости будем приглашать коллег по остальным. В ходе оперативного совещания Сергей Сверидов сообщил о старте приема заявлений на предоставление путевок мать и дитям. На данную меру поддержки могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума. Оздоровиться за счет округа смогут дети с 4 до 12 лет с 3 группой здоровья и дети с 4 до 15 лет с 4 и 5 группами. Сопровождать малышей к месту отдыха по-прежнему могут один из родителей, опекун, бабушка или дедушка. С заявлением на получение путевок можно обращаться в МФЦ или отделение сантащиты населения и прием заявлений продлится до 20 декабря 2019 года. Кроме того, граждане, имеющие право на получение бесплатных путевок, имеют право приобрести их самостоятельно и получить компенсацию расходов по приобретению казанных путевок. В завершение оперативного совещания по традиции отчитались главы муниципальных образований.